поговорим с александром синёвым здравствуйте скажите пожалуйста все-таки уже можно сравнить да и вчерашний день то что будет сегодня давайте затронем тему трендов не в одежде конечно но тем не менее в отрасли да скажите что нового что сейчас в тренде мы на этом форуме в основном говорим о развитии развитие это в первую очередь инвестиции инвестиции это финансы это деньги есть такое выражение деньги любят покой но я бы сказал что это неудачная неудачный перевод я бы сказал что деньги любят предсказуемость предсказуемость возникает тогда когда и соответственно активность финансовой сферы тогда когда есть стабильное поведение в трех сегментах это бизнес это четкая правовая система которая защищает бизнес интересы и интересы клиентов и государственная политика госполитика вот если говорить о трендах то нужно рассуждать о трендах во всех этих трех составляющих что касается бизнеса это в первую очередь сотрудничество о котором вчера говорил президент у ау ржд олег белозеров мы с нашими коллегами когда общаемся мы видим что суть их успеха в том что они могут выстраивать между крупными игроками рынка стратегические альянсы взаимодействовать и фактически создавать такие как я вчера сказал доброкачественные монополии которые идут в пользу и клиенту и в части и более удобного сервиса связанного бесшовного и в части себестоимости и платы потому что эффект масштаба дает возможность снизить себестоимость продукта что касается нас то к сожалению мы до сих пор еще у нас не возникнет не утихает дискуссия по поводу дальнейшей реформы ржд которая направлена на разделение активов это ни в коем случае нельзя допускать то есть нужно заканчивать дискуссию связанную например с отделением локомотивной тяги от перевозок и третье направление когда мы говорим например из основных о транзите мы говорим о привлечении грузов сюда но мы также можем попытаться и включиться в бизнес транснациональный по тем направлениям которые по которым транзит сейчас уже следует за счет покупки соответствующих активов и попытки сотрудничества с другими компаниями что касается сферы права то здесь в первую очередь нужно реформировать тарифную систему мы вчера обсуждали этот вопрос отдельно и пришли к выводу независимо друг от друга то есть ржд планирует все таки после 25 года вводить индивидуальные тарифы у нас та же самая была модель причем в нашей модели все тарифы были индивидуальные но построены на бинарной модели то есть одна часть регулируется в соответствии с долгосрочными договорами с крупными клиентами другая часть подлежит либерализации и более гибкому регулированию это та часть которая связана с высокой степенью конкуренции с автомобильным транспортом и с настройка вернее даже перенастройка закона конкуренции введение понятия технологические монополии или рынков которые требуют высокой степени интеграции с отдельным методологическим урегулированием и наконец третья составляющая это госполитика здесь самым к сожалению неприятным для инвестиционной среды моментом является наличие субъективизма то есть когда мы говорим а кто завтра придет на руководящей должности вот каков он по характеру чьи интересы он отстаивает это ну мягко говоря не совсем нормально то есть любой чиновник должен оставаться всегда в поле права и в поле методологии которая является системообразующим фактором не в ни в коем случае нельзя допускать субъективизма это очень сильно нарушает инвестиционный климат вот наверное те основные вещи которые в этих трех сферах нужно обеспечить спасибо большое и последний вопрос коротко что вы ждете от дебатов нахождение решений на на ближайший год по крайней мере потому что мы готовы сотрудничеству по самым разным областям в том числе и в первую очередь в доработке нормативно-правовой методологической системы поэтому это очень важное направление которым нужно уделять внимание и проявлять больше инициативы со стороны ржд спасибо большое отличного вам завершения форума и продуктивного спасибо 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 спасибо